Первым бросает Орешкин Александрова, который стоит по расписанию. Игра до 6 очков. Одна. Вторая финала. Дости победы. 20 очков. Чуть-чуть выше була. 25. Начало. Борис. Хорошая игра. И надо... Самый главный. И кто поменяет игроков, да? Борис, Кольцов, Борис, справа, справа. Я вот, я вижу, где я. Здесь, справа. Все. Начало. Борис Кольцов. Гейм он. 93 очка. Вот, Борис. 93 очка. Борис. А у меня трибул. И еще почти трибул. 57 и 15. Сколько? 52 очка. 52 очка. 45 очков. 45 очков. 45 очков. 45 очков. Он такой серьезный. Пожалуйста, спецына в зале. Игроки, игроки, тихо. Боевщики. 140 очков от Бориса. А ну, лизает все, Савка. Нет, я на сне вперед, Варис. Супирает минусы. 100 очков, Александр. Борис открывает 139. Так, друзья, стартовал второй полуфинальный поединок, в котором встречаются Борис Кольцов и Орешкин. Хороший лэк в исполнении Бори. За 15 дротиков он вышел на удвоение и топс для Кольцова сейчас. Закрывается Кольцов и повел 1-0. Напомню, что первый участник финала это Тимофей Самошкин, который обыграл со счетом 6-4 Романа Красунова в первом полуфинальном поединке. Увеличил темп игры Орешкин, а? 139 очков. На тебе, говорит. Орешкин. Кольцов тоже неплохо. Начинает. И 100 очков. Промолчал. 40 от Кольцова. Ну, хорош сейчас Боря, реально хорош. Орешкину надо очень сильно постараться, чтобы на что-то претендовать здесь. Серьезно? На сербском. Куда попал? На город 9 очков. По-сербски 9. 48 очков. Что мне нравится? 91 очков на город Бориса. Я опять ващак. Так, у меня что-то 7, я понимаю. Я подниму. 96 очков от Александра. Борис закрывает 170 очков. 170 для Кольцова. Есть 60. Не выйдет сейчас на центре мишени Кольцов. Но оставляет себе 36. Не очень хороший подход от Орешкина и удвоение 18 для Кольцова. Закрывается Борис. Потрясающий лэг проводит Кольцов сейчас. И больше сотни набор промежуточной убори после двух проведенных лэгов. Сотня на старте. Но, конечно, после первого трэбла хотелось бы большего. 96 очков от Борис. 96 очков от Борис. 96 от Бори. Вновь в зале весело. И вновь... Ничего не слышно, да. У меня нет звука, в отличие от вас. Вы хорошо слышите. Я нет. Надеюсь, меня слышно нормально, потому что я пропадал временами в предыдущем матче. 2 по 60 от Кольцова. И 140 очков сейчас. И стал пытаться выйти на окончание. 165 у Бори. И 87 набирает Кольцов. 78 в остатке. Пошел через несмешение, чтобы, набрав два раза по 57, один раз в 19, оставить себе 32. Но первый же тротик мимо сектора. Оставляет себе топ с Кольцов. Видно, что недоволен. Понимал, что играет с потрясающими цифрами. Сохранить, но не удается этого сделать. 134 для Орешкина. Закрывал он 134 через 2 по 57. Удвоение 10 в матче против Мервина Кинга на чемпионате мира. Несколько лет назад. Сейчас выходит на удвоение 16. Орешкин. Ай, не попадает. Подбадривал сзади Боря, своего старшего товарища, но не попал Львович. И топ для Кольцова. Удвоение 10. Удвоение 5. Не попадает Боря и шанс для Орешкина сейчас. Закрывается Львович и делает обратный брейк. Впрочем, да. 1-2 уступает. 60 на старте от Орешкина. Ну, у Кольцова по-прежнему классные цифры. Если он будет держать концентрацию, чего он сейчас не делает, то, в принципе, порядок со средним набором возможен. 2 по 60 от Орешкина. На полу, оказывается, третий дротик. Невезение. Так, что там задел головой или плечом Орешкин? Освещение. Ругается сейчас на Кириленко. Как же, конечно, не очень, что я ничего не слышу. Было бы гораздо веселее. Так, у нас тут донат, насколько я вижу. По-моему, если я правильно увидел, очень мелко, к сожалению. Айдар Ико. Да, большое спасибо за поддержку, друзья. Если вы хотите поддержать трансляцию, режиссера, комментатора, вы можете это сделать в описании. Еще раз большое спасибо, Айдар Ико. Здесь, что я правильно увидел, потому что очень мелко было написано. 93 от Орешкина сейчас. А Кольцов, по-моему, потолок выколотил, пока я тут вчитывался. 4 тройки Айдар Ико выбил. Главное, так не на мишени делать все остальное. Не, хотя если это 133,3 средний набор, то, наверное, это шикарно. Преимущество у Кольцова в лэге. Ну, конечно, Боря не прагматик. В 25 не уходит при остатке 81 и 1 тротики в руке. Пошел утренение 19 и оставил себе 62. Ну, Джеймс Уэйт или Гервин Прайс сыграли бы в 25. Ну, у Бори набор опережает даблы. Есть такое понятие, о котором я часто говорю, что у человека либо даблы опережают набор, либо набор даблы. Вот Боря, конечно, набирает покруче, чем закрывается. Топс. Не видно, куда попал дротик. По-моему, закрылся, да, Боря? Да, закрылся. Сказал я, что набор опережает даблы, но сейчас и с даблами порядок у Кольцова, вот за исключением предыдущего лэга. А вот с набором на старте сейчас не очень хорошо. 81, это Орешкина. Боря, где трэблы? Хотим видеть 90-плюс в матче. Видишь, так и Орешкин подтянется, играть начнет. Вчера просто Львович вышел на матч против Кольцова, проиграв уже. Ну, сегодня настрой есть. И, в принципе, 75 играет Львович. Это неплохо. И темп увеличил. Не знаю, насколько это позитивно для него. Ну, наверное, менее позитивно. Все-таки привык в ином темпе действовать. Орешкин, но ему виднее, конечно, человек рассказывает. 95 от Кольцова. Оборвал, оборвал первый дротик кольцов. Это явно бросилось в глаза. И 26 очков от Боря, конечно, такое нечасто увидишь. Да, я аплодисменты в зале. Заслужил, заслужил Боря, конечно. 26. Не каждый раз наберешь на 26 очков. Видите, как Боря пьет чай, запивает другим чаем. Все, все как надо. Все, включается кольцов. Но второй дротик неудачно становится. И лишь сотня. Могут быть шансы у Орешкина в этом лэге. Нужно ловить два утроения. Есть 60. Да, прагматично уходил в центр мишени, чтобы оставить себе двадцать тройку попал. 160 для Кольцова. Не закроется Боря. Зачем уходил в бул, наверное, и сам ответить не сумеет. Ну да ладно, 108 для Орешкина. И покоряются эти 148 Львовичу. Требл цепляет последним дротиком. И если Кольцов даст шанс, не закроет 110, то снова обратный брейк может сделать. Орешкин, удвоение 16 для Кольцова не попадает. Боря последним дротиком в дабл. Помню, каточников так 110 закрывал на командном Кубке мира, играя в паре как раз таки с Кольцовым. Удвоение четырех для Орешкина. Удвоение двух. Не попадает Львович. И 16 для Кольцова на то, чтобы брейк сделать. А точнее на то, чтобы забрать свой лэг. Закрывается Кольцов и 4-1 повел. Два по 60 от Орешкина. 140 очков от Львовича. Получает удовольствие сейчас от игры. Орешкин есть такое ощущение. Сотня от Кольцова. Пасает тебя последним броском Орешкин. 83 очка. Основа у нас не матч, а диалоги со зрительским залом. Все, я туда. Поехали. Цепляет Ребл Кольцов. 93 очка. Нет, да. 58 очков. 58 очков от Бориса. Шилэк проводит Орешкин. 140 очков сейчас. 83 очка. Лишь 83 от Кольцова после первого дротика в Трэбл. 80 для Львовича. Ой-ой-ой. 25 бул. Так, выводил себя на 25 бул Орешкин. И в итоге вместо 25 в бул попадает. Вставляет себе 16. 64 очка на бул. Борис, остаток 125. 125 для Кольцова. Так, 25 бул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вставляет себе 56 кольцов и 16 для Орешкина. Закрывается Львович. Да, опять как вчера в матче против Алексея Булякова. Настолько крут Львович, что несколько раз пытается закрыть один дабл. 121 очко от Кольцова. 96 очков, Борис. 90 очков. Вот Александра. 47 очков, Борис. Так, ну, кстати, шанские какие-то появляются у Орешкина, между прочим. Нужно утроение ловить. Ну, конечно, когда я произношу фразу «нужно утроение ловить», я думаю, вот реально. Серьезно. Вот я представляю реакцию зрителя. Они слышат. Верховский сказал, что нужно утроение ловить. И зрители... Да ну! Правда! Утроение надо ловить! Не может быть! Unbelievable! Ну да, друзья, нужно ловить утроение. Что тут поделаешь? Это так. Если у вас, конечно, не 40 в остатке, то нужно. Через булл начинает Орешкин. Интересно. Ну вот... Неужели ему не хочется выиграть? Я вот одного не понимаю. Зачем играть через булл? Очень много разговоров. Конечно, все весело, классно, но хочется побольше даться, посмотреть все-таки. 50% смеха, хождения и 50% игры. Сотня в остатке у Орешкина, 137 у Кольцова. Не закроется Боря сейчас. Вставляет себе 66 кольцов. Сотня для Орешкина. 71 очко, Борис. Александр, 100 очко, Басадок. Два дротика на топс. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой шанс был сейчас у Орешкина. Но-но-но. Два дротика на удвоение 18. И Боря тоже не справляется. 20 для Орешкина. Сокрывается Львович. 3-4 уступает. И, возможно, какие-то шансы сейчас до него. В принципе, неплохо. Не знаю, куда побежал. А, 88 на Бору Кольцова. Да, почти на 10 пунктов выше. Но при этом безнадежно не выглядит Орешкин. 121 очко на старте. Но тут пора включаться к Кольцову. Что я могу... И уже посерьезнее выглядит Боря по выражению лица. Но он не везет сейчас. На полу оказываются 20 очков. Сотни от Орешкина. Ну, третий дротик туда полетел. Казалось, все перекрыто. Но при этом продолжал именно туда играть Орешкин. Не знаю, насколько это оправдано. Думаю, что уйдить в 57 Львович было бы повеселее. В 280 через низ мишени начинает Орешкин. Ну, еще в 18 играть еще вдобавок. А, попал, попал в 57 одним из бросков Орешкин. 96 от Кольцова. Ну, в руках у Львовича все. Что делает Орешкин? Что происходит? Человечка, конечно, хорош, но неужели он выиграть не хочет? Ну, зачем? Через 16-й. Куда-то попадает еще. Ну, если так попадаешь, ты же и в 20-й сегмент будешь попадать. В 19-й. Тем более, что в 19-й попал в прошлом подходе. Ну, да ладно, 74. Два подхода на 74. Через 54 пошел. Львович, ну что же ты делаешь? Вставляет себе 20 в итоге и лишает себя дополнительного ротика на Лэг, который в итоге может стать важным. Важным. Может и не стать, конечно. Ну, посмотрим. Не стал. Закрывается Орешкин. 4-4 счет. На Кураже Львович, да. Боря держит набор 88, но этого недостаточно сейчас. Григорий 123 пишет. Вот теперь Александр Львович поймал Кураж. До этого больше превозмогал. Черт, как же он хорош в каком-то возеркстве. Ну, это да. Львович, конечно... Ну, я не побоюсь этого слова. Это легенда российского дартса. Однозначно. Вообще без каких-либо вариантов. Это просто факт. Сейчас еще в таком темпе. Кто-нибудь видел Орешкина игра? 140 очков от Боря. Ну, думаю, что на классе, конечно, должен справляться Кольцов. И 10 очков. 306 у Кольцова. Надо вверх уходить. Чтобы оставить 170, но в единицу дротик улетает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Срыв от Орешкина этот лег, скорее всего, Кольцов заберет довольно спокойно. Разница уж слишком большая между дартсменами. Вообще хочется писать... Касается игла, по-моему, мишени. Да что ты говоришь, блин. Григорий пишет. Но все же игр сыграно немало за эти... Второй могут быть банально вызваны физической усталостью. Да ну, причем здесь физическая усталость. Это вообще никак не может быть связано. То есть, человек набирает через утроение 16. Как это может быть связано с физической усталостью, кроме как никак? Конечно же, нет. 50 оставляет себе Кольцов. Пойдет ли сразу в бул? Пошел. Удвоение 4. Закрывается Кольцов. И 5-4 впереди. Алексей пишет, как он вообще цепляет триплы с такой техникой. What the fuck? ВТФ. Алексей, да... Все, в принципе, нормально с техникой у Орешкина. Кроме того, что он дротик не доводит до конца. Не провожает его. А так, если он в зрительский зал у нас появляется сейчас, да, во главе с Львовичем. Но техника его понятна и осмысленна. Я общался с Львовичем позапрошлом году, да, по поводу его техники. Он все прекрасно понимает, что он делает. Каждое его движение, каждое его действие ему понятно, главное. Он осознает, почему он сейчас попал, сейчас промахнулся и так далее. То есть Львович все прекрасно понимает. Есть 57. 95. 95. 95 от Орешкина, так что там происходит? Почему? В тюрьму посадили Павла Яковлева? Или что? Как иначе понять то, что мы сейчас видим? Григорий пишет, годы и многие часы тренировок Орешкин рассказывал, что в свое время тренировок по 8 часов в день. Да, это, конечно, жестко по 8 часов в день тренироваться. Невероятно. Да, я тоже слышал такое. Срывает последний тротик Орешкин. Держит сектор, но этого мало. Сейчас 5 на 261. Снова весело у мишени. И 83 очка от Бориса. 18-й сегмент желательно уйти. Можно было и в 19-й. Да, 167 оставляет себе Орешкин. В окончании вышел первым, но она очень сложная. О, как еще и прагматично Кольцов сыграл. Видимо, не хочет делать до Дисайдера. Ай-яй-яй, какой лишний промок сейчас. Цепляет Требел Орешкин. Цепляет утроение. Оставляет себе 8... 57 топс. Запротоколировали. Дротик на матч не попал. Борис Кольцов. И сейчас 86 для Орешкина. Два дротика на удвоение. 16-й. Перевести матч в Дисайдер. Последний шанс для Орешкина. Попал. Попал. Попал Александр Львович. И мы увидим Дисайдер. Классик. Дарца. Против Александра Орешкина. При счете 5-5 выяснят, кто же станет финалистом сегодняшнего турнира. И сыграет против Тимофея Самошкина. А кто в поединке за третье место сразится с Романом Красуновым. Я не верю своим глазам, как быстро играет Орешкин. Ну какой сейв скин чекаут, да, как говорят англичане. Потрясающе играет. Кольцов 140 очков. 86 закрыл Орешкин в такой важный момент. Есть 60. Ай-яй-яй. И 140 на 140 отвечает Орешкин. Я напомню, что был год, когда Львович обыграл евразийской дартс-корпорации за право сыграть на чемпионате мира Кольцова. И такое было. Но Кольцов, конечно, с тех пор вырос прилично. Орешкин чуть подсбавил. И годы берут свое. Ай-яй-яй-яй-яй. Какой лишний промах сейчас был. Ну и Кольцов неудачный подход выполняет. Без окончания остается горе. Хорошие гайды по трэбл сейчас у Орешкина. Он умеет такие закладывать, что он и делает 161. На победу у него будет подход, но очень сложный чекаут. Уронил дротик Орешкин. Друзья, я вам скажу, что вот со всеми этими... Кольцова, между прочим. Ну вот Орешкин, конечно, первый дротик в тройку. Очень важно, куда попал последний. Да. Какой шанс был у Орешкина? 6 дротиков. 161. И не закрывает второй дротик на победу в матче. Оставляет себе 5-135 для Орешкина сейчас. Есть 25-60 под бул. Ой, не попадает Львович. Как же близко было. Как же близко было. Оставляет себе 81-21. Два дротика должно быть. Удвоение 8. Но Боря есть Боря на классе. В конечном итоге выиграл. Да, потрясающе. Даром. Эль Классику российского дартса. И очень приятно было посмотреть на этот поединок. Приличные цифры вполне. Фу. И теперь ждем финала, в котором Борис Кольцович и Тимофея Самошкина должно быть очень жарко. Спасибо. Спасибо.